Здравствуйте! Меня зовут Ирина Грибулина. И это программа «50 плюс». Наше сэк-шоу для тех, кто любит себя и ценит свое здоровье. Для тех, кто хочет хорошо выглядеть, невзирая на возраст. Здесь вы найдете поддержку и подсказку. Мы ответим на интересующие вас вопросы в абсолютно разных областях. Итак, студия «50 плюс» начинает свою работу. А помогать им сегодня будет команда наших экспертов. Во главе с писателем, академиком, членом попечительского совета проекта «50 плюс» Анатолием Самылчим-Салуцким и его дочкой, председателем Ордкомитета этого уникального проекта Марией Салуцкой. Что ж, поговорим о «плюсах» зрелого возраста. Поверьте мне, их немало. Все мы живем в ожидании счастья. И не видим, и не слышим его, когда оно стучится в нашу дверь. А надо просто распахнуть ему свои объятия. Внимание на экран. Счастье может прибавить годы жизни. Новые научные исследования доказывают, что счастливые люди на 35% реже болеют, чем несчастные. А что же такое счастье? Для каждого оно свое. Но важная составляющая любого счастья – это, конечно, любовь. Многие думают, что в возрасте испытать это чувство уже не получится. Это миф. Мешают только наши страхи. Итак, первый страх – «меня никто не полюбит». Люди часто думают, что после 50 уже невозможно испытать чувство любви. Это неправда. Ученые доказали, что именно в зрелом возрасте любовь становится гармоничной. Дело в том, что перестает буйствовать гормоны влюбленности и страсти. Поэтому в этом возрасте как раз чувство самое настоящее. Следующий страх – разница в возрасте. Действительно, часто тем, кому за 50, влюбляются в молодых. Стыдиться этого не нужно. Если чувства настоящие, то помешать им могут только предрассудки. Следующий страх – это страх повторения неудачного любовного опыта. Но здесь главное – отпустить все обиды и забыть об этом, потому что, помните, мысли материальны. И ваш неудачный опыт может сослужить вам плохую службу только в том случае, если будете все время об этом вспоминать. И еще один страх – страх осуждения. Не поймут дети, родственники, соседи. Здесь определитесь, что для вас важно – собственное счастье или остаться хорошим в глазах окружающих. Делайте выбор. Я познакомилась с мужчиной из Германии, общаюсь с ним по скайпу. Дочка меня не понимает. Она говорит, что в твоем возрасте это уже поздно. Мои отношения зашли в тупик. Я не хочу с дочкой испортить отношения. И как быть, я не знаю. Она меня не понимает. И мужчину терять мне тоже не хочется. Встречайте Эльвиру Ермакову. Она у нас в студии. Здравствуйте, Эльвина. Здравствуйте, Эльвина. Здравствуйте, Стерч. Какая она хорошенькая. Спасибо. Конечно. Будут у вас поклонники при такой молодой внешности. Присаживайтесь и рассказывайте, как вы познакомились со своим поклонником. Я познакомилась через интернет. Я разместила свое объявление на сайте знакомств. Пришло письмо от мужчины из Германии. Мы стали с ним переписываться, но через переводчик. Такой симпатичный мужчина. И можно сказать, что я даже влюбилась в него. Как хорошо. Я знаю, что он даже приехал к вам в Москву. Это правда? Да, правда. Показывала Москву. Ходили с ним в цирк, на Красную площадь, в кафе. Что-то, если я не понимала даже, но как бы язык жестов тоже тут присутствовал. И мы все равно друг друга понимали. Анастасия, ну вот вы или оговорились, или не случайно сказали о своих эмоциях влюбленности. Были. Почему в прошлом времени? Ну, потому что моя дочка не хочет, чтобы я общалась с этим мужчиной. Она говорит, что уже в твоем возрасте это несерьезно. Такого быть не может, чтобы там влюбиться. Какая глупость. Любви все возрасты покорны. Она что, не желает своей маме родной счастья? Ну, она же мое счастье. Ну, говорит, ты уже старая, в 50 лет. Надо заниматься огородом. Эгоизм. Это чистый... Какой огород? Эгоизм чистой воды. Ну, правда, согласитесь, что за счастье надо бороться в любом возрасте. За свое женское, зрелое, прекрасное счастье. А сейчас я хочу пригласить в нашу студию заслуженную артистку России Ксению Георгиадзе. Я думаю, что она поможет нашей героине поверить в себя и в свое женское счастье. Встречаем! Ксения Георгиадзе! Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая Ксюша. Очень рада тебя видеть. Очень рада. Вам много виделись. Скажи мне, скажи мне, вот присаживайся на наш белый диван и скажи, Почему многие люди не верят в любовь в зрелом возрасте? Дело в том, что я тоже не верю. Как это так? Да, я тоже не верю. Вот вы не поверите, вот откровенно будем говорить, да, без всяких. Я закомплексованная очень. Тогда сейчас всех их будем лечить. Да, да, поэтому и меня тоже лечите. Вместе с Эльвирой. Но, вот у Эльвиры дочка у меня сын. Мой сын наоборот. За то, чтобы у меня был рядом со мной сильный мужчина. Так у Эльвиры вообще другая ситуация. У нее появился мужчина замечательный из Германии. А дочка из эгоизма или из ревности не разрешает ей с ним общаться и выходить замуж. Говорит, ты старая, не надо. Так говорит? Так, как ее зовут? Юля. Юлечка милая. Хорошая. Ну, ты посмотри на свою маму, на красавицу. Молодая. Молодая, красивая. Ты должна радоваться, что у мамы есть человек, который будет заботиться о ней. С которым она будет встречать утро и встречать ночь. И ночь тоже. И она будет, самое главное, не одна. АПЛОДИСМЕНТЫ Суть, ну я знаю точно, мы с тобой дружим не первый год, что у тебя есть какие-то маленькие секретики, и ты умеешь бороться с комплексами. АПЛОДИСМЕНТЫ Что нужно сделать нашей идеей? Вот что нужно. Вот. Мы берем маркер и пишем. Первое. Чтобы ушло от нас. Болезни. Болезни. Правильно. Самое главное в жизни, это быть здоровым. Чтобы ушло, мы пишем. Одиночество. Одиночество. Ниже пишем. Одиночество. Правильно. Следующее. Дальше. Может быть, уверение в свое счастье. Или зависть. Давайте напишем. Зависть. Зависть это самый страшный из всех пороков. Вот смотрите, в Греции, в греческом языке зависть и редность одно слово. Как еще предательство, чтобы не было предательства. Это вообще очень страшно. Предательство. Правильно. Ой, бедность тоже напишем. Да, и бедность. А как же? Мы пишем о том, чего мы не хотим. Так, а что мы делаем сейчас? Разбиваем все это так. Показать, что я могу делать. Эльвира должна делать. Я хочу, чтобы она с такой силой. Смотри, какой он неподъемный. Так, и вот сюда. Вот сюда. Подожди. Подождите. Мы вместе с залом, мы поддержим Эльвиру. Поддержим в чем? Она должна крикнуть громко. Для себя, для нас, экраны наших телезрителей. Я борюсь за свое счастье. Давай. Да. Я борюсь за свое счастье. И пей со всей силы. И пей со всей силы. И так. Еще пей. Давай по всем. Во! Пей, пей, пей. Молодец. Все, убрите. Браво. Давайте ногой пыкнем подальше. Не нужно это нам. Не нужно это нам. Не нужно это нам. Все. Нету. Браво. Ну что ж, я обожаю слушать замечательную певицу Ксению Георгиади. И я думаю, сегодня мы ее не отпустим без песни. Просим, Ксюша. Спасибо большое. С удовольствием. Спою очень известную греческую песню. Мои любимые грустные глаза. Поехали. Судя bize надо clонаondebiiю. И мы любимые грустные глаза. У recycling phone. Я люблю люблю хороший глаз. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Здравствуйте, Ангелина! Присаживайтесь на белый диван между нашими девочками. И расскажите мне, пожалуйста, и всем нам, как же все-таки побороться за свое счастье в зрелом возрасте? Я хочу сказать, что каждая женщина – могиня. Каждая женщина. Но, тем не менее, не мешает кое-что вспомнить и немножко пошаманить. Поэтому я хочу тебе дать некоторые навыки. Итак, пойдемте. Пойдемте. В первую очередь, когда ты просыпаешься с самого утра, скажи, господи, еще один чудесный день мне достался. Да. Так и будет таким. Обязательно. Я хочу тебе вот показать свеча с замечательным запахом, который немножко будоражит. И ты ее зажигаешь, и пусть она себе горит целое утро у тебя. За это время ты должна открыть окно, проведеть помещение обязательно. И даже вот таким колокольчиком отогнать. А так все плохое. Все, что было за ним. Слух дупов, да? Да. После этого очень хорошо было бы пошаманить с замечательной такой травкой, которая называется вообще-то полыль. Полыль. Полыльный трав. И она китайцы даже лечат различные точечки на теле. Да, конечно. И поэтому вот такая несгораемая должна быть. У тебя посудка, и пусть травка тут немножечко. А ты берешь и вот так-так-так-так-так-так-так-так-так. Синь-синь-синь-синь. Синь-синь. Чудный запах. Замечательно. Хочу сказать, что полылью и лавровым листом обязательно должно пахнуть спальней, куда приходит мужчина. Анатолий, Ириночка, спасибо вам огромное за ваши изумительные советы. Продолжаем говорить о плюсах древнего возраста. И, Эльвира, моя дорогая, я хочу вам еще небольшую тайну открыть. В Москве есть потрясающий клуб. Наш клуб. 50+. И если вы заглянете туда, вы не представляете, сколько интересного вы там найдете. И новые хобби, и новые знакомства, новые влечения. Мы вас приглашаем в клуб 50+. Спасибо. Воспользуюсь обязательно. Вашим приглашением. У нас сегодня в студии Великим Павлович Ефимов, представитель клуба 50+. И я хочу вас пригласить к нашему разговору. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у вас тут интересно. Да, очень-очень интересно. Расскажите нам, дорогая Валентина, что у вас в руках? Я хочу, во-первых, сказать, Эльвире... Становитесь к ней, говорите. Что для того, чтобы был успех в любви, очень важно, чтобы в душе постоянно зрел такой огонь позитивный. А это невозможно без хорошего, красивого влечения. Вот я вам покажу всего несколько штучек, которые делают у нас в студии Валяния, в клубе 50+, женщины 50+, и даже 60, и даже 70+. Вот это вот на голову такая. Давай надень. Вот, примите. Красота. Вот бусики какие. Ой, прекрасно. Вот такой вот для мобильного телефона чухольчик. Вот такие подставки под горячие. Валентина, я вас очень прошу напомнить нашим телезрителям и Эльвире адрес, по которому мы можем все прийти в шклуб и начинать валять. Учитесь красивым, начиная с мелочей, заканчивая более прикладными платьями и все прочее. В центре метро баррикадная, переулок Красина, 15. Это рядом с зоопарком. Да, рядом с зоопарком, там совсем рядом. Приходите, там совершенно чудесная атмосфера. И на самом деле друзей вы приобретете. И настроение свое улучшите. Но если там такие женщины, как вы, я думаю, что после нашего эфира... О, ты заинтересовалась, сказать мне не дает. Уже мужчинами начала интересоваться. Ексения, это певица, любимая певица наших комсомольских лет. Я ей дарю. Спасибо большое. А я дарю Деревну. Спасибо огромное, Валентина. Спасибо за приглашение. Приходите. Обязательно. Поэтому после вашего рассказа много людей придут в наш клуб. В наш клуб 50-х. Присаживайтесь, дорогие дамы. А я иду за комментариями с Алуцким, Анатолиевым и Чемареевым. Я просто после такой рекламы клуба 50+, который сделала Валентина Павловна, все-таки хочу сказать, что клуб – это часть проекта Большого 50+. О нем можно, как и о проекте, прочитать на нашем сайте www.50plus.ru. Но, конечно, хочется мне прокомментировать тему. Я абсолютно убеждена, что дочка, посмотрев вот эту программу, у ее душа растает, и она поймет, что это просто прекрасно, что мама хочет, самое главное, хочет устроить свою личную жизнь. И что у мамы есть человек, который любит ее. И что у мамы есть человек, и дай бог, чтобы вот все то, что вы хотите, сбылось. Спасибо. Анатолий Чемареевич. Дорогая Лира, вот попытайтесь объяснить дочери, к сожалению, мир так устроен, что дочери очень часто повторяют судьбу матерей. Поэтому вам, конечно, нужно поступать по-своему. И вы должны понять, что вы, там, выйдя замуж, или, так сказать, ну, вот, своим другом, так сказать, семью образовав, вы не только для себя это сделаете, но вы очень поможете дочери. Она потом вам в ноги упадет через сколько-то лет и скажет, спасибо тебе, мама. Спасибо большое. После небольшой паузы вы узнаете о непростой судьбе со счастливым концом нашей следующей героини. Оставайтесь с нами. Студия 50 плюс продолжает свою работу. И сегодня в нашей студии уникальная, удивительная женщина, которая каждый день доказывает, что счастье есть, но за него надо бороться. Мэри Бушуева. Здравствуйте, Мэри. Я очень много знаю о вас. Я так рада видеть вас в нашей студии. У вас столько медалей на груди. Расскажите нам о них. Если с самого начала не скажу... Расскажите нам просто свою историю. Мне было 19 лет, когда я попала в пожар. Я была прикована в постели 3 года. Я не вставала. А московские врачи меня подняли на ноги. После 6 лет этой трагедии попала под машины. Машина-грузовик. Но, понимаете, во мне никогда не умирало достоинство, что надо бороться, что надо работать. Мэри, ну правда про медали хочется услышать. Хоть чуть-чуть. Пожалуйста, про эти медали. Это все я... Все медали привезла и выбрала. Все 42 километра, где я проходила. Я без ноги проходила 5 марафонов. Я знаю, что даже в Нью-Йорке тоже, да? Королевский марафон. Я 5 раз пешком прошла в Нью-Йорке. Удивительная женщина. Три раза на коляске проехала Нью-Йоркский марафон. Мэри, хочу спросить у вас, что же вы посоветуете нашей Эльвире? Вот я вам в ухо говорила здесь, что ничего не надо особого делать. Только вы внушите свою дочку, этот мужчина никогда не станет между вами. Убедите свою дочку, что вы всегда ее будете любить так же, как вот, как она родилась, вы любите ее, правильно? Да, конечно. Вот до конца жизни. Вот эта любовь, наоборот, развивается, а не уменьшается. Вот это самое главное. Спасибо вам огромное, Мэри. Я хочу пригласить к нашему разговору председателя Совета межрегиональной общественной организации инвалидов Надежду Белькову. Здравствуйте, Надежда. Присаживайтесь. Я знаю, что участники вашего совета живут очень активной и интересной жизнью, несмотря на ограниченные возможности. Расскажите об этом поподробнее. Совет при президенте Российской Федерации по делам инвалидов образован в 2008 году и продолжает свою работу. Я являюсь членом этого совета, но основная работа все-таки в общественной организации инвалидов-пилигрим. В большей степени мы работаем с детьми инвалидами, но половина наших сотрудников – это кому уже за 50, потому что в этом возрасте уже опыт очень большой, невостребованность в такой работе государственной, но при этом такое терпение, такая у них любовь, что именно только они могут работать с нашими детьми. И я хочу обратиться за комментариями к Анатолию Сумыловичу и Марии Салуцким. Ирина, я хочу, во-первых, выразить восхищение тем, что мы услышали, это не может не быть восхищения. И на фоне вот судьбы… Мэри нашей, да? Мэри, да. Конечно, то, что вот, Эльвира, в вашей семье происходит, это, в общем, извините за такое… Да, да, да. Семечки, понимаете, поэтому вопрос ясен и решен. Мария, вот сейчас мы видим Мэрия. Я хочу встать поаплодировать. Я хочу, чтобы вы все встали и поаплодировали вам. Правильно, правильно. И действительно, действительно, это все наши житейские проблемы, конечно же, по сравнению с проблемами этих людей и с теми, с кем вам приходится сталкиваться в вашей повседневной работе. Это, конечно, в общем, ничто. Я понимаю, что все равно для вас это проблема, дорогая наша героиня. Но я глубоко убеждена, что после нашей программы ваша дочка изменит свое мнение. Ну, я тоже надеюсь. Просто глубоко убеждена. Ну что ж, после небольшой паузы мы проведем необычный эксперимент. Оставайтесь с нами. Мы узнаем, как сделать общественный транспорт комфортнее для людей зрелого возраста. И снова с вами программа «50 плюс». Как часто мы видим в общественном транспорте такую картину? Люди зрелого возраста стоят, а молодые люди сидят, как будто бы специально не хотят встать и уступить место старшим. По заданию нашей редакции наша героиня проделала путь от станции метро Юго-Западное до станции Медведково, используя разные виды транспорта. Что из этого вышло, мы сейчас с вами узнаем. Внимание на экран! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Скажите, пожалуйста, Тамара, вот вы часто сами сталкиваетесь с такой картиной, которую мы видели на экране? Да, ежедневно почти. Потому что, ну как-то молодежь, наверное, уставшая, что ли, как я говорю, очень у нас инвалиды, они помолодели сидят. Ну и иногда горько смотреть, потому что, ну, входит еще постарше старичок там или старушка. Я иногда даже сама вот не удерживаюсь, говорю, что молодой человек, уступите, перед вами там бабуля стоит, говорю, невозможно. Ну, тема нашей сегодняшней программы «Право на счастье», и мне кажется, что мы вправе бороться и за счастливый проезд в транспорте тоже. И я хочу пригласить к нашему разговору заместителя, руководителя Департамента транспорта правительства Москвы Дмитрия Пронина. Встречаем! Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли ко мне в программу. Присаживайтесь. Спасибо. Мы очень рады вас видеть. Спасибо. Скажите, Дмитрий, существует ли какой-то план преобразования общественного транспорта в Москве? Конечно, существует. Вот расскажите нам об этом. Уже проводятся изменения. Наш общественный городской транспорт, наземный пассажирский транспорт, терпит ряд изменений. Покупается новый подвижной состав. Ну, для того, чтобы пожилому человеку было удобно войти в автобус или в троллейбус, покупаются низкопольные транспортные средства. Сокращается подъем ступеньки, делается противоскользящее напольное покрытие и так далее, и так далее. Но работы видны. Много новых вагонов, метро. Ну, видно, что город работает в этом направлении на благо людей. Спасибо. Дмитрий, это правда. И хочу вас спросить, может быть, сейчас в школах как-то нагляднее объяснять детям, что взрослому, старшему, пожилому человеку, инвалиду всегда надо не просто уступить место, может быть, помочь донести сумки, выйти, подать руку. Конечно же, культура общения и нашего молодого поколения в транспорте, она должна прививаться со школьницками. Это уже культура поведения. Это культура поведения. Но уверяю вас, что вот я по своим детям сужу, что это сейчас терпит серьезные изменения. Да, да. И что у вас уже такое? Дмитрий, ну вы, значит, прекрасный отец и правильно воспитываете своих детей. А я иду за комментариями к Салутским, к Анатолию Самиловичу и Марии. Прошу вас, прокомментируйте эту ситуацию. Я хочу, я могу с большой радостью согласиться с Дмитрием. Действительно, департамент транспорта очень восприимчив к общественным организациям. В частности, мы, как общественный проект 50+, предложили Мосгортрансу как раз разработать такую акцию «Вступайте место старшему». У нас прошлым летом такая акция была на всех остановках. И мне кажется, чем больше будет подобных акций, и тем более, которые идут инициированы, уже и правительство Москвы поддержано, тем действительно в нашем городе жизнь будет и комфортнее, и лучше, потому что молодежь действительно надо воспитывать. Да, действительно, мы сами кузнецы своего счастья. Но для того, чтобы мир стал лучше, надо все-таки начинать с себя. И после небольшой паузы мы узнаем, какое же хобби поможет стать человеку счастливее. Оставайтесь с нами. К нам в студию пришло письмо. Процитирую несколько строк из него. С недавних пор наш обычный московский дворик превратился в райский сад. И днем, и ночью наша соседка по подъезду трудится, не покладая рук, чтобы сделать из нашего двора прекрасное, цветочное, радостное место. И зовут эту соседку Ольга Родина. Сегодня она у нас в студии. Встречаем. Здравствуйте, Ольга. Проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Какая вы цветочница. Это вам не цветочная сама. Спасибо. Ольга, вы очень молодо выглядите. Но все-таки ответьте на вопрос, какие новые возможности вам дает ваш зрелый возраст. Какие задачи у нас в молодости стоят? Получить образование, найти хорошую работу, создать семью. Карьера, да, семья. Конечно. И у нас нет времени, чтобы заняться каким-то любимым занятием, увлечением. А уже в возрасте мы уже становимся более свободные. И мы, конечно, у нас есть время, чтобы заниматься любимым занятием. А как давно вы украшаете свою жизнь цветами? Ну, это с самого раннего детства. У нас с девочками, с подружками с моими было самое любимое занятие. Это для своих кукол, принцесс, строить домики. Мы на корнях старых-старых сосен строили эти дома. И своими цветами из садов украшали эти дома. Ольга, скажите мне такую вещь. Вот на фотографиях. Это ваш обычный московский дворик, который вы превратили в райский сад? Ну, какая вы молодец. Это действительно удивительно красивое место. Иногда для счастья достаточно просто украсить свой дом. И мне хочется представить вам декоратора, дизайнера Елену Андрееву. Прошу. Елена, ну, сюрприз какой-то необычный. Огромная коробка. Рассказывайте, что же там? Давайте лучше посмотрим, что там. Давайте. Эльвира, это для вас. Эльвира, Ольга, помогаем Елене. Открываем коробку. И девчонку, давайте. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что это, Елена? Это яркие пятна, которыми мы должны окружать себя просто каждый день. Потому что яркие, сочные цвета, они создают всегда настроение. Совет номер один. Избавляемся от старых вещей. Это ковры, сервизы, которые вам подарили на свадьбу. Вазочки из стекла. Вазочки, старые горки какие-нибудь там. Чешские хрустали. Не обязательно это выбрасывать, но, во всяком случае, убрать с глаз долой. Совет номер два. Нужно привнести больше цветов в дом. Эльвира, у вас много дома цветов, комнатах растений? Есть цветы, но как-то не очень много их. Потому что я не очень умею за ними ухаживать. Они у меня, если я покупаю, то... И Елена, и Оля сегодня в студии, они вас научат ухаживать за цветами. Следующий совет – это текстиль. Текстиль в доме для женщины играет очень большую роль. Поэтому купите яркие какие-то подушки. Либо шейте сами. Вспомните кружок, кройте шитья. У меня эти шторы плед возник яркий. И уже настроение совершенно другое будет. Спасибо. Я обязательно воспользуюсь вашей командой. Лена, этот небольшой подарок вам очень украсит вашу. Это наша героиня. Конечно, спасибо. Спасибо, Лена. Это будет начало. Это будет начало. Спасибо вам большое. Присаживайтесь на свои места. Присаживайтесь. А я, как всегда, за комментариями к моим любимым салучке. У меня есть одно замечание по поводу советов. Когда я услышал, что надо выкидывать ковры, которые дарили на свадьбу... Представляю, как ваше сердце застрожало. Не помню. Да. Это очень серьезная вещь. Она носит нематериал. Мы не будем выкидывать ковры, мы их уберем на время. Нет, нет. Тут дело же не в коврах, как таковых. Это как раз сейчас прозвучало то, с чем борется наш проект. Не надо покушаться на память. Есть еще одно. Но мы же это знаем. Мы это проходили. Мое поколение это проходило. Вещи, которые сегодня кажутся ненужными, устаревшими, все это потом выясняют, что им цены нет. Ну, это так. Но мы сегодня не об этом. Мы говорим о красках жизни. Мы с вами согласны. Мы говорим о красках жизни. Нет, нет, нет. Я сказал только про первое. Остальным я согласен. Ну что ж, а после короткой паузы в нашей студии появится Зоя Веденева. И мы узнаем, чем она удивит нас на сей раз. Оставайтесь с нами. И снова с вами программа 50+. Самой пожилой моделью в мире, которая все еще работает, признана американка Кармен де Лорефис. В свои 80 лет она прекрасно выглядит, продолжает работать на подиуме и позировать фотографом. Вот вам еще одно подтверждение, что в жизни нет возрастных ограничений. А наша неутомимая Зоя Веденева решила нанести ответный удар. И сегодня она отправляется, а впрочем, сейчас вы все увидите сами. Внимание на экран. Неправильная осанка приводит к раннему старению. Но мы же все хотим оставаться молодыми в любом возрасте. Сегодня мы узнаем, как можно сохранить молодость на долгие годы. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Здравствуйте, Зоя. Сегодня мы говорим о том, как важно иметь правильную осанку в любом возрасте. Что такое осанка? Это наш позвоночный столб. Бывает сколиоз или кифоз или лордоз. Вызывает такие заболевания, как язва. Повышается артериальное давление. Ухудшается пищеварение. Нужно ходить в бассейн. Нужно делать гимнастику. Прекрасной осанкой обладают модели. А в чем их секрет? Я узнаю прямо сейчас. Я иду навстречу самой красивой женщины СССР. Моделью, которая остается элегантной, привлекательной до сих пор. Татьяна Чапыгин. Здравствуйте, Татьяна. Сегодня проходит эстет фэшн-вик. Неделя моды. Я хочу приобщиться к прекрасному. Но боюсь, что буду выглядеть как-то не на уровне. Женщина в любом возрасте должна быть привлекательной. Пойдемте, я открою вам несколько секретов. Пойдемте. Пойдемте. Конечно, Зоя, у женщины должна быть красивая осанка. Должны быть плечи расправлены. Прямая спина. Подбородочек приподнят. И мы идем по прямой линии. Руки прижаты к телу. И в локтях слегка согнуты. Одно упражнение покажу вам. Это мы берем книжечку. Кладем ее на голову. Мы не забываем о плечах. И слегка, если есть возможность, пританцовываем. Получается? Не знаю, получается. Получается. Очень хорошо получается. Ничего страшного. Следующее упражнение. Отрабатываем ширину шага. Мы положим звезды на определенном расстоянии 65 сантиметров. Прямо звездная дорожка. Да, может, мы пойдем по звездной дорожке. И, конечно, женщина должна баловать себя красивыми нарядами. В любом возрасте. Ой, у меня как раз есть новое платье. Очень хорошо. Вау! Зоя, вы выглядите потрясающе. Потрясающе. Татьяна, я прям чувствую себя помолодевшей. Хочется распрямиться. Хорошо. В таком случае, добро пожаловать в мир моды. Представляете? Я так мечтала попасть в такое мероприятие. И вот я здесь. Я счастлива. Мечты сбываются. Дорогие мои, не бойтесь мечтать. В любом возрасте все сбывается. Сегодня Зоя Леденева у нас в студии. Встречаем ее. Зоя! Какая ты красивая. Какое у тебя волшебное платье. Зоенька, я знаю, что ты пришла сегодня не одна. У тебя есть очаровательные помощницы. Это победительницы финалистских конкурсов Месяц Москва и Месяц Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ Желена Чубай. Месяц Москва 2013 года. Мнагодетная мать. Трое детей. Ана Городзе. Месяц Москва 2013 года. Трое детей. АПЛОДИСМЕНТЫ Миссис Москва. Четверо детей. Жулия Веридина. Финалистка Миссис Москва 2013 года. Трое детей. Ольга Курева. Финалистка Миссис Москва 2013 года. Четверо детей. Ирина Киплова. Финалистка Миссис Москва 2013 года. Анастасия Заранкова. Финалистка Миссис Москва 2013 года. Татьяна Пономарева. Гранд приз Миссис Москва 2012 года. Вот видите, Эльвира. В любом возрасте можно быть королевой. Посмотрите на наших девочек. А ведь у них по трое, по четверо, по двое детей. Они многодетные мамы. И сохраняют красоту и молодость невероятную. Спасибо, девочки. Вы подарили нам сегодня незабываемые минуты. Спасибо большое. Как важно в зрелом возрасте любить себя, следить за своим внешним видом, ухаживать за своей кожей. И сегодня мне хочется пригласить к нашему разговору Ирину Бахтину, директора по корпоративным отношениям, члена совета директоров компании Юни Левер. Здравствуйте, Ирина. Присаживайтесь к нам. Как вы считаете, а достаточно ли времени уделяют наши российские женщины себе в элегантном возрасте? Вот думаю, что нет. Как-то Россию природа щедро наградила женской красотой. И поэтому женщины зачастую относятся к этому как данности. Больше времени нужно уделять себе, любимым. Я знаю, что сейчас в России выпущена уникальная линия косметики, чистая линия. Расскажите нам о ней. Она действительно уникальная. Чистая линия, она родилась в самом сердце России, в Екатеринбурге. И она уникальна именно тем, что она основана на экстрактах, на вытяжках, на отварах наших российских трав. Это фитотерапия в том виде, как мы ее понимаем. Я знаю, что сегодня ваша косметика подобрана с учетом возрастных изменений. Например, 40 плюс 5, 50 плюс 5. В чем преимущество таких кремов? Действительно, они учитывают те проблемы, с которыми сталкиваемся мы в соответствующем возрасте. Вот, например, наша серия средств для ухода за кожей в возрасте от 45 лет и дальше. Она основана на таких натуральных компонентах или экстрактах, как арника горная и жимолость, которые, в общем, являются природными источниками того же самого витамина С, рутина. Соответственно, улучшается цвет лица, свежесть. Кожа подтягивается, становится более упругой. Безусловно. Если мы говорим о более старших возрастных категориях 55+, где есть такой уникальный компонент, как байкалин, это самый мощный антиоксидант, который убирает свободные радикалы, которых, в общем, мы так боимся. Ну и дальше, для более старшей возрастной группы 60+, там, в общем-то, мы говорим уже о таволге, экстракт таволге. И также используется масло ягод калины для решения тех проблем, о которых мы с вами говорили. Спасибо вам огромное. Ну, я знаю, что у вас даже с собой, по-моему, эти прекрасные кремы сегодня есть, да? Да, и я бы с таким удовольствием сегодня вот подарила их нашим сегодняшним и гостям, и вам. Спасибо, конечно. Нужно, давайте. Напросились на поочаровательные эльвири. Пожалуйста. Спасибо. Для вашей красоты и молодости. Спасибо. Для красивые золи. Пожалуйста. Ой, спасибо. Спасибо, Ирина. Спасибо. Вам чего не нужно? И Мария. Спасибо большое. Ирина, большое вам спасибо за то, что были сегодня с нами и за ваши прекрасные подарки. А я отправляюсь за комментариями нашим замечательным Столуцким. Марии и Анатолия Суровича. Что ставите? Вот в декабре была очередная уже вторая по счету выставка в экспо-центре 50+. И там было очень много людей, 24 тысячи за три дня. И я видел, как постоянно стояла очередь за чистой линией. Вот именно за этими. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вообще, на лифте Анатолия Нелевера был спрос. Наши женщины, они поняли, что это сделано из наших трав. Натуральная российская косметика. Что это очень полезно, очень важно. И вот то, что мы заканчиваем нашу передачу чистой линии, мне представляется, ну, как символическим. Там вся передача получилась какая-то очень-очень чистая. Ну, а я могу сказать, что, папочка, ты, как всегда, очень чисто сформулировал свою мысль. Дай я тебя поцелую. АПЛОДИСМЕНТЫ Эльвира, скажите, что вы ощущаете? Каков для вас итог нашей сегодняшней программы? Что вы вынесли из нее? Я поняла, что я буду бороться за свое счастье, что я имею право быть на счастье, быть счастливой. А мы рады, что вы это поняли. И искренне, от всего сердца желаем вам этого счастья. Спасибо. Помните, цифра 50 условно. Это некая грань, когда человек начинает задумываться, как ему провести вторую половину своей жизни. Осуществить свои желания. Жить активно, интересно и долго. Совсем скоро мы снова увидимся на телеканале Москва. Доверие. Будьте счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ